Абакани на три дня перекрыли перекресток улиц Кирова-Вяткино. Там, напомним, продолжается реконструкция водопроводной сети. Как рассказали в городской мэрии, работы по устройству камеры начались сегодня с 8 утра и продлятся ориентировочно до вечера 3 ноября. Место раскопа обозначено знаками и огорожено блоками. Водителям следует быть внимательными и продумывать заранее маршруты объезда. За отсутствие аптечки и огнетушителя в автомобиле штрафовать не будут. Сюда же относится знак аварийной остановки, противооткатные упоры. Не станут проверять их наличие и при прохождении техосмотра. Это заложено в проекте постановления правительства, разработанного МВД, пишет российская газета. Ответственность за неисправность, указанную в перечне, предусмотрена в кодексе об административных нарушениях. Штраф 500 рублей. А если неисправность касается тормозной системы, рулевого управления или цепного устройства, то помимо штрафа происходит еще и задержание транспорта. С помещением его на штрафстоянку до устранения неполадок. Как только из этого перечня уходит аптечка, то и на дороге ее наличие никто не будет проверять. Если поправки утвердят, то впервые в России вводится запрет на использование шипованных шин летом и летних шин зимой. При этом делается оговорка, что сроки использования тех или иных шин региональной власти устанавливают самостоятельно. В приложении госуслуги авто появился сервис Европротокол онлайн. С его помощью автомобилисты могут оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнение бумажных бланков. Как рассказали в Минцифры, чтобы оформить электронный Европротокол, необходимо указать информацию о транспортных средствах и полисах ОСАГО, описать обстоятельства ДТП и сфотографировать нарисованную схему, сделать фото места происшествия и отметить, есть ли разногласия. Достаточно, чтобы приложение госуслуги авто было установлено у одного из водителей. Второй участник ДТП должен только подтвердить верность данных по сгенерированной в приложении ссылки. Оформление займет не более 30 минут, не нужно посещать офис страховой компании, извещение поступит онлайн. Отметим, для оформления электронного Европротокола оба участника ДТП должны иметь подтвержденные учетные записи на госуслугах. Кроме того, в аварии не должно быть пострадавших, а также не должен быть причинен ущерб иному имуществу, кроме транспортных средств.